Привет, YouTube! Вот и наступил тот момент, когда я, возможно даже и вы, приняли решение выжать максимум производительности и раскрыть все возможности своего новенького роутера Xiaomi Mi Wi-Fi 3. А сделать мы это можем благодаря альтернативной прошивке от Padavana. Итак, давайте прошивку роутера условно разделим на три этапа. Первый. Скачивание всех необходимых программ на свой компьютер. Все ссылки обязательно укажу в описании под видео. Второй. Прошивка роутера на официальную, более старую версию прошивки. Да, вам не послышалось. Нам нужно прошить роутер на старую прошивку, та, которая на китайском языке, так как именно в ней есть SSH доступ для разработчиков. Именно с помощью него нам и удастся прошить роутер на кастомную прошивку. Третий. Настройка скрипта от Prometheus и непосредственный процесс прошивки. В момент выполнения данного этапа запаситесь терпением и временем. Процесс не быстрый, но в этом видео с помощью монтажа я постараюсь сэкономить ваше время и терпение. Приступим. Первое. Скачиваем и устанавливаем виртуальную машину VMware Workstation 12. Если у вас система 64-битная, значит такую же и скачиваем и устанавливаем виртуальную машину. Данное программное обеспечение бесплатное для использования не в коммерческих целях. Далее скачиваем скрипт от Prometheus, его и будем монтировать на виртуальную машину. А также не забываем скачать официальную прошивку для разработчиков, в которой есть SSH доступ. А это версия 2.11.20. А пока все файлы скачиваются, поставь этому видео лайк и подпишись на канал. Тебе не сложно, а мне приятно. Все файлы скачали, виртуальную машину установили, поехали дальше. Подключаемся к роутеру через беспроводную связь или напрямую кабелем, это не столь важно. Далее в административной панели роутера тапаем на меню домой. Далее обновление. И видим версию установленной прошивки в роутере. У меня версия может отличаться от вашей, это не столь важно. Далее нажимаем кнопку обновить прошивку роутера вручную и выбираем ранее скачанный файл прошивки с версии 2.11.20. Прошиваем. Через некоторое время прошивка установится и роутер перезагрузится и потеряется подключение. В таком случае нам нужно еще раз подключиться к роутеру. Заходим в браузер по адресу 192.168.31.1. Далее в административной панели роутера тапаем на меню домой. Далее обновление. И убеждаемся, что версия установленной прошивки 2.11.20. Все отлично. Движемся дальше. Запускаем виртуальную машину. Монтируем наш скрипт и запускаем его. Скрипту понадобится некоторое время для настройки. Не волнуйтесь и просто подождите. А я у себя воспользуюсь магией монтажа и ускорю запись. Далее перед собой мы увидим меню с возможностью выбора устройства для прошивки. Так как у нас роутер Xiaomi Mi Wi-Fi 3, то мы вводим цифру 3. Попадаем в меню работы со скриптом и жмем 0. Выполняем хак SSH доступа. Вводим IP адрес роутера. В нашем случае 192.168.31.1. Вводим пароль, который вводили при первом подключении роутера. У меня 12345678. И скрипт делает взлом. И у нас появляется SSH доступ. Также рекомендую выписать себе на лист бумаги пароль от SSH. На всякий случай мало ли. Далее скрипт нас информирует, что все скрипты обновлены, как и исходный код. В таком случае переходим к сборке Toolchain. Для этого нажимаем цифру 3. Собрать. Процесс не быстрый и сборка длится примерно 30 минут. После удачной сборки Toolchain опять автоматически переходим в главное меню скрипта. Где необходимо выбрать пункт 4. Подготовка и непосредственная прошивка. После нажатия цифры 4 у нас появляется подменю для выбора скинов прошивки. Выбираем все поочередно нажимая цифры. От 0 к 6. Скрипт выполняет наш запрос. Сейчас у нас все готово для того, чтобы собрать прошивку. Нажимаем цифру 3. Далее вводим цифру 4. Непосредственная прошивка роутера. Скрипт спросит нас, не хотим ли мы сделать на всякий случай бэкап нашей прошивки. Соглашаемся. После бэкапа скрипт автоматически прошьет роутер и спросит, хотим ли мы перезагрузить роутер. Соглашаемся. После перезагрузки подключаемся к роутеру. Теперь имя роутера у нас Asus. Роутер будет доступен по адресу 192.168.1.1. Логин и пароль AdminAdmin. И перед завершением прошивки роутера желательно пропатчить память устройства. По заявлению разработчика, таким образом мы усилим прием сигнала на роутере. Для этого нам нужно разрешить доступ к роутеру посредством SSH. Далее в меню роутера в разделе дополнительные настройки, администрирование, вкладка сервисы. Раздел терминальные сервисы. Выбираем включить SSH с сервер. Применить настройки. После чего возвращаемся к нашему скрипту и применяем патч памяти нажав цифру 6. И наблюдаем процесс патча памяти. Видим, что скрипт не может подключиться к роутеру. По той причине, что IP адрес нашего роутера изменился. И это нам нужно указать скрипту. Пишем нет. Нет. Указываем новый IP. 192.168.1.1. Логин и пароль AdminAdmin. По желанию делаем бэкап. И патчем память устройства. Вот и все. Поздравляю вас с удачной прошивкой и желаю уверенной и долгой работы роутера. Теперь вам доступны все возможные и невозможные ранее функции роутера. В моем случае прошивку проводил по просьбе товарища. На этом, пожалуй, и все. Если видео тебе понравилось и было полезным, ставь пальцы вверх и поддержи проект. Подпишись на канал. Спасибо. До новых видео. Всем пока.